Ну где этот хмырь четырёх глаза ходит? Забухал, наверное. Чё я тогда припёрлась? Чё за вонь в классе? Думаю, сегодня занятий не будет, он отсыхает. Не дождётесь. Ха, вспомнишь говно, вот и оно. Я тоже по вам скучал, девочки. Учитель, с вами всё в порядке? Профессор, вы хреново выглядите. Я вчера обмывал свою премию, башка трещит. До сих пор не могу прийти в себя. Никогда больше не буду столько бухать. Может, вам стоит похмелиться, профессор? Всё в ажуре. Профессор, вы действительно паршиво выглядите. Идите домой. Ещё чего? Со мной всё в порядке. Дайте мне время. Мы очень переживаем за вас, вам надо отдыхать. Это правда, господин Хван? Да что вы говорите? Пусть моё самочувствие вас не волнует. И я в порядке. Открываем свои учебники. Как скажете. Какое было домашнее задание? Кто готов ответить? Господин, вам надо отдыхать. Молчать. Ишь вы какие все умные. Для начала, проверим посещаемость. Все в классе? Так точно, господин. Ну вот и славно. Да куда же я положил тряпочку? Сам чёрт голову сломит. Алкаш несчастный. Записываем сегодняшнюю тему. Правописание на речи. Разряды местоимений. Ну-ка глянем, что же мне сегодня положила маханка? Вчерашний плов. Я ж терпеть его не могу. Так я не понял, что за разговорчики? Господин, что за тема я не расслышала? Кажется, вы надо мной издеваетесь. Что вы, что вы. Ни в коем случае, господин. Так, этот хавчик пока отложим сюда. Не отвлекаться. Внимательно записываем упражнения. Достаем шин рамен. Лапша быстрого приготовления. Так, нужно срочно скипятить воду. Технично, пока он не смотрит. Понятие имени существительных. Розы осторожнее, не спались. Я разве разрешал кому-то ходить на уроки? Я лишь хотела починить этот холодильник. Он слишком громко тарахтит. И мешает мне сосредоточиться на занятиях. Это не займет много времени. Да ладно, ты что, шаришь в технике? Господин, дайте мне минутку. Быстро села на место, что ты там потеряла? Дома всю технику я чиню вообще-то. Так что я справлюсь. Ты что, попутала что ли? Почему мне доносится запах вкусной еды? Вы что там с собой перенесли? Не понимаю, о чем вы. Я лишь пытаюсь сосредоточиться на упражнении. Да что ты говоришь? А что ты прям так уткнулась в учебник своим носом? Будто пытаешься что-то прикрыть. Я просто без очков ничего не вижу. Вот только не надо мне заливать. Я оставлю вас после уроков. Перестаньте со мной заигрывать. Вы все меня бесите. Записываем упражнения, не отвлекаемся. Степени сравнения имен прилагательных. Основные понятия. Эй, Розе. Что у тебя там в сумке? Ты чего туда полезла? Ну-ка вытаскивай. У тебя что там, ценные знания? Что подозрительного ты там замышляешь? Да нет. Ничего такого, господин. Я сосредоточена на занятиях, как никогда. Что у тебя там в руках, а? Это ничего, это просто фантик. Ой, не нравишься ты мне. Как же достал он меня. А мне насрать? Господин Хуан, я хочу в туалет. Могу я выйти? Нет, во время моего урока запрещены походу в туалет. Что за беспредел? Он что, блинов объелся? Не пускать нас в туалет? Он злоупотребляет своим служебным положением. Блин, не хочу хавать, на перемене похаваю. Профессор, ну мне очень надо. Потерпишь. Все записали упражнение, я стираю доски. Так точно, господин. И я потом проверю тетради. На следующем уроке будет самостоятельная работа. Сосредоточьтесь. Прошу прощения, профессор, мне захотелось пить. Я смотрю, ты совсем оборзела, Розе. Да что вы все время до меня рыпаетесь? Я начисляю тебе 10 штрафных баллов и 5 часов общественных работ. Что ты на это скажешь? О, кажется, чайник закипел. Это не чайник закипел. Это кипят мои нервы. Блин, куда же я положила соль? Разговорчики. Розе, ты что-то сказала? Что ты там все время бубнишь? Чтобы быть вашим преподавателем, нужно иметь нервы, как стальные канаты. Я чувствую, что вы скоро отправите меня в дурдом. Вы самые напыщенные ученицы, с которыми я работал. На экзаменах я вас всех завалю. Потом не плачьте у меня. Что с Женей? Она зависла. О божечки. Как же вы меня нервируете. Мне срочно нужно написать заявление, что я отказываюсь от вас. Это не то, что вы подумали, профессор Хван. Да что вы себе позволяете? Где вы находитесь? Ну, если вам будет так легче, я выйду и встану в угол. О да. Вставай сюда. Это твое почетное место. Стой и не балуйся. Эй, не стройте мне глазки. Что за безобразие? Я чё-то не понял юмора. Розе, на тебя смотрит профессор. Ты, походу, на него болт положила. Остановись! Быстро к доске! Немедленно! Что ты себе позволяешь? Я не могу понять. Ты что, издеваешься надо мною? Чего ты обжираешься на моем уроке? Тебя что, дома не кормят? Останешься после уроков мыть полы. Допрыгалась, Розе. Записываем домашнее задание. Упражнение к разделу номер три. Синтактические нормы. Особенности управления в русском языке. Джессуха, я всё вижу. Да потерпите, девочки. Скоро уже звонок. Все свободны, урок окончен. Ура, наконец-то. Пойдём, девочки, сделаем перекус. Валим, девочки. Ну, наконец-то, я так счастлива. А я как счастлив избавиться от вас.